В поселке Литвиново многие юные жители предпочитают гаджетам активный отдых. Особой популярностью пользуются самокаты и скейтборды. Правда, до недавних пор, чтобы прокатиться на скейте, нужно было искать специальные площадки в других населенных пунктах. Теперь же по инициативе жителей Литвиново на местном стадионе установили рампы. Приходилось кататься или по дорогам, или в Щелково ездить. Очень было тяжело добираться. И родители все волновались, что дети, мало ли, какие ситуации могут быть. Как говорится, готовься они летом, а скейтборд зимой. Уже весной его любители смогут проводить время на специальной площадке. Установили ее по программе инициативного бюджетирования. 90% средств было выделено из фонда депутата Мособлдумы Николая Черкасова. Где люди активны, там, где люди действительно искренне хотят, чтобы их территория, на которой они живут, развивалась, там у них все получается. За нами, что называется, дело не постоит. Тем более мы берем на себя основную нагрузку. Как правило, это не меньше 90% финансирования. Небольшая часть, порядка 8-9%, это из местного бюджета финансируется. И вот 1% вносят сами жители. Для того, чтобы в поселке появился скейт-парк, инициативная группа литвиновцев проголосовала на сайте Добродел. Идею поддержали сотни человек. Более тысячи человек, жителей проголосовало на Доброделе за эту площадку. Огромное спасибо за поддержку, за помощь. Также хочу сказать, что 7 человек из инициативной группы участвовало в выборе места, в разработке, в расстановке непосредственно фигур. За проект спортивной площадки в соседнем Аксинино на Доброделе также проголосовали свыше тысяч человек. Возведение проходило в течение трех недель. Так в центре деревни появилась универсальная площадка. Играть в футбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта теперь стало не только удобно, но и безопасно. Площадка оснащена резиновым покрытием и четырехметровым ограждением. Мяч за пределы не вылетит. На период зимних холодов площадку закроют, а уже весной любители игровых видов спорта смогут проводить время с пользой для здоровья на свежем воздухе. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.